Аллилуйя Все от него Все от него Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ибо ради вас, как написано, имя Божие Худется у язычников Вот очень интересное место, правда? Пусть Господь нам его откроет Вы знаете, здесь апостол Павел Полноценный еврей, да? Тут апостол Павел Полноценный еврей Еврей из евреев Еврей от Абреити Фарисеи с фарисеев Фарисеи от фарисеек Такой яростный законник в прошлом Один обусилен законник в миналото Он как бы обращается ко всем евреям То есть обращается ко всички евреи Которые тогда находились в Риме Потому что уже началось время гонения Расеяния евреев Започнило время на гонения И на гонения на христианите, на евреите И мы знаем, что и апостол Павел Также закончил свою жизнь В Риме Его прозили мечом Как полноценного гражданина Рима Он был римским гражданином И апостол Петр Закончил свою жизнь тоже в Риме И апостол Петер Но так как он не был гражданином Рима Его приговорили к распятию Но он попросил что? За какой поморем то? Петр сказал Я не достоин быть распятым Так же как мой учитель Распните меня вниз головой Его распяли вниз головой И он тоже закончил жить в Риме И апостол Павел И апостол Павел Обращается к евреям в Риме И апостол Павел Обращается к евреям в Риме И знаете вот здесь Вот моя тема сегодня Моята тема днес Какое преимущество Жить по благодати Перед тем как жили евреи по закону Мы сегодня не живем по закону Мы не являемся исполнителем Моисеева закона Вот здесь апостол Павел с уверенности говорит Что ты иудеи Проповедуя не красть крадешь Говоря не при бодействуя А при любодействуя Хвалишься законом А преступлением закона Бесчищешь Бога Вот почему апостол Павел так пишет? Вот с такой уверенности Что это про всех евреев Вы знаете потому что Иисус Христос Возвел каждую заповедь Как я уже говорил До эпогея совершенства Вы помните слова Иисуса Христа на горной проповеди Где Иисус говорит Вот написано не при любодействии А я говорю вам что всякий Кто только посмотрит на женщину с вожделением Уже при любодействовало с ней в сердце свое Так написано Так написано помните ли И вы знаете может ли человек И может ли один человек Оправдывая законом Исполнять Исполнять и исполнять закон каждый день А евреи хвалились законом И евреи хвалились законом Закон на самом деле совершен Знаете вот это одно из свидетельств Того что Бог есть Вы посмотрите только вот Древний мир Ако погледните стария свят Один человек заходит на гору Сиграшно на планина На 40 дней За 40 дней Изходит с гор Через 40 дней Излизал от планината След 40 дена С уже готовым законодательством С вече готови закони И потом еще долго-долго време Разписывает законодательство И след това Още долго време Продолжава на Исписва тези закони И это законодательство Безукоризненное И това законодательство Няма никакви избележки Поэтому законы долгое-долгое время и по сей день живет Израиль. Многие штрихи этого закона вошли в законодательство самых цивилизованных стран. Можете ли вы поверить, что древний человек сам своими мозгами до этого дошел? Без юридического, без экономического высшего образования. Вот для меня это свидетельство того, что Бог есть. И что Бог отвил Моисея. Совершенный закон. Скажи на это аминь. Потому что это правда. И евреи и по сей день схвалятся законом. Потому что закон совершен. Но этот закон никого написано не довел до совершенства. Аминь или не аминь? Почему? Вот вчера у нас прошел альфа-курс. И Наталья очень хорошо выразила эту мысль. И Наталья много добрее завезла, когда записывала. Она так сказала, я вот встречала одну женщину. И начала говорить с ней о Боге. И женщина так похвалилась. И она сказала, вы знаете, я очень много читала. И очень много чего знаю о Боге. И много нечто знает о Боге. И тогда Наталья задает следующий вопрос. И тогда Наталья питает следующий вопрос. Ну это хорошо. Но знаете ли вы самого Бога? Вы знаете, женщина подумала так. И так честно призналась. Ну вы знаете, скорее всего Бога я лично не знаю. И вот об этом сегодня моя проповедь. Которая о том, что можно очень хорошо знать Закон. Все постановления в законе можно знать. И при этом можно не знать самого Бога. И фарисеи это демонстрировали. И фарисеи са демонстрировали това нечто. Демонстрировали колосальни знания. И демонстрировали много силни знания. Была очень сильна риторика у них. Были выдающиеся ораторы. Они так красиво проповедовали. Но их жизнь абсолютно не соответствовала тому, что они говорили. Потому что Иисус Христос говорит о нем о том, что они даже говорят очень много уникальных вещей, но даже пальцы не хотят пошевелить, чтобы исполнить их. В чем преимущество жить по благодати? Почему Новый Завет называется Евангелие? Радостная весть. То есть это должно нас каким-то образом радовать, сверхъестественно должно быть радовать. Знаете, какое основное отличие Старого Завета от Нового Завета? Это то, что Старый Завет дал людям человечество. Всего лишь только закон и какое-то косвенное познание о Боге. Потому что, как я уже много раз говорил, избранный Израил не захотел лично знать Бога. Они решили так, Моисей, ты иди там общайся с Богом. И все, что Он тебе скажет, мы постараемся исполнить. Вот в чем благодать Нового Завета? Давайте я сперва дочитаю это место, которое я открыл. Послание к Римляну вторая глава. Послание к Римляну вторая глава. С 25 стиха. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Мы знаем, что израильтяне обрезаются по закону. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. То есть это просто какая-то срамота. Потому что ты обрезан, но закон даже не стараешься исполнять. И апостол Павел пишет дальше. Итак, если необрезанный, ну то есть язычник, соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон, то есть опять же язычник, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. По духу, а не по букве. И мой похвала не от людей, но от Бога. Аминь. Это невероятное место. Это место говорит о том, что если ты обрезан в духе, то есть ты отрезан от этого мира, и ты посвящен Богу, то ты духовный иудей. Ты внутренний иудей. Ты принадлежишь Богу. И похвала тебе не от людей. Похвала тебе от Бога. Аллилуйя. Еще одно место, которое сегодня хочу открыть. Там вам написано чуть-чуть ниже, в том же послании к римлянам. Восьмая глава. Восьмая глава, двенадцатого стиха. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерзляете дела плоские, то жилы будете. Ибо все водимые духом Божьим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, Которым вызываем Абва-Отче. Сей самый дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, санаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь. Это место из Писания говорит о том, что кто является сынами Божьими? Куиси являют Божьи силы. Те, которые водят со Святым Духом. Те, которые слышат голос Божий, правильно? Которые знают Иисуса Христа лично. И вот у меня сегодня тема проповеди называется «Хорошо ли ты знаешь?» Вы знаете, если по Ветхому Завету можно было спросить «Ты хорошо знаешь Закон?» И какой-нибудь фарисей или судакий скажет «Да, я знаю, спрашив меня и я тебе отвечу». И может ответить по Закону. И скажет много умных мыслей. Но при этом он может совершенно быть далеким от Бога. Что мы можем спросить по Новому Завету? Я могу сказать, что есть только один вопрос. «Хорошо ли ты знаешь Иисуса Христа?» Понимаете? Вот это благая месть. Вы знаете, в чем было в какой-то степени преимущество? Знаете ли, какое было преимущество тут? Апостола Иоанна. Было двенадцать учеников. Одного апостола называли любимчиком. Тот, которого любил Иисус Христос. Но это не совсем было так. Ну это люди так считали. У Бога на самом деле нет любимчиков. Но вы знаете, я тоже уже много раз говорил эту мысль. Не то, чтобы Иисус Христос больше всех любил Иоанна. Но я могу уверенно все сказать, что Иоанн больше всех любил Иисус Христос. Иоанн был очень нежным. Историки говорят, что когда он пошел за Иисус Христом, ему было где-то 15-16 лет. И историки говорят, что когда Иоанн последовал Иисус Христос и был на самом деле 15-16 лет. И юноша в пубертатном возрасте. Когда у юноши там крышу сносят только так. Гормональный дисбаланс. Но Иоанн был настолько нежен, что имел дерзновение возлежать на груди Иисуса Христа. И другие апостолы конечно возмущались. Вот наглец, да? Вот улегся. А дергивали у вас, может быть, пенали ногой-то. Ты что делаешь вообще? Но вы знаете, Иисус Христос не отталпил Иоанн от себя. Или отталпил Иоанн от себя. Или отталпил Иоанн от себя. Нет. Иоанн... Ну, все возлежали. Иоанн так потихонечку подползает по-партизански, да? Все ближе и ближе к Учителю. Ты наконец вложи свою грудь на грудь Иисус Христос. А Иисус Христос еще и прижимает себя. И что-то Ему там говорит. Что другие не слышат. Вы знаете, какой это прогресс? Вы знаете, вот все апостолы, они из собой являют тело Христовое. И как в теле Господнем есть дары, да? Есть пятигранное служение. Ну, кто-то из них был выдающимся Евангелистом. Например, апостол Петр был и выдающимся Евангелистом. Он первым стал и начал проповедовать о Христе, да? Помните, в Иерусалиме? И в первый день пока три тысячи человек. От проповеди Петра. И на следующий день пока лись пяти тысячи человек. Это не считая женщин и детей. То есть на самом деле их было намного больше. Мощни Евангелистики. Кто-то был пастором. Например, Яков стал руководителем церкви Иерусалима. У него был пастор, пасторский дар. Руководитель. Очень хороший организатор. Конечно, апостол Павел было невероятно учительское помазание. И мы все научаемся в основном через учение апостола Павла. Но вы знаете, какое помазание имел апостол Иоанн? Я думаю, вы догадаетесь. Вы знаете, вот двенадцатая глава первого послания Каримфина, где апостол Павел пишет, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Но я покажу вам путь превосходнейший. И начинается знаменитая тринадцатая глава первого послания Каримфина. Что это за глава такая? Это вся глава, которая описывает твоя цяла глава, которая описала первая любовь на Иисус Христос. Любовь не бесчинствует, не ищет своему. Не превозносится. И так далее и тому подобное. Помните эту главу, да? Эта глава говорит о том, что любовь превыше всего. А из нее вытекает пророческое служение. И от нее произвиза пророческото служение. Я считаю апостола Иоанна великий пророк. Самое величайшее и заключительное пророчество в Евангелии называется как? Апокалипсис. Книга Откровения. Книга Откровения кого? Апостола Иоанна Богослова. Вы знаете, Иоанн познал Иисуса Христа в пятнадцать лет. И историки доказывают, что он прожил практически до ста лет. Где-то было ему девяносто шесть или девяносто восемь лет, когда он умер в своей естественной смерти. Вот вы только задумайтесь. Те послания, которые Иисус Христос отправляет через апостола Иоанна ко всем церквям на то время, и мы знаем как послание семи церквям во всей Асии. Эти церкви были основаны кем? Они были все основаны апостолом Павлом. И они перечисляются. Апостола Павла уже давно нет. Его убили. И апостол Иоанн, можно так сказать, был вынужден принять когда-то. В то время это был самый авторитетнейший апостол. По той простой причине, что всех остальных апостолов их всех поубивали. Единственный апостол, который умер из своей смерти, это был апостол Иоанн. Иисус Христос пророковал за апостол Иоанн и сказал апостолу Петру. Если я хочу, чтобы он прибыл, что тебе до того? То есть Иисус Христос наш Господь дал понятие о том, что Иоанн будет жить очень долго. Иоанн пережил всех. Он пережил разрушение храма. При его жизни храма был разрушен. Всех евреев разогнали. Было страшное кровопролитие в Иерусалиме. И началось страшное рассеяние. Иоанн находился на острове Патмос. В заключении. И оттуда пишет свое послание. Насколько, вы знаете, Бог хранил апостола Иоанна? Вы знаете, откуда вытекают откровения апостола Иоанна? Они вытекают из глубокой близости Иоанна и Иисуса Христа. Можете помогать мне? Только вы здесь сейчас? Потому что я сейчас говорю очень важные мысли. Какое-то состояние может сохранить вам жизнь. Это не ваша горячая вера. Потому что самая горячая вера была, конечно же, апостола Петра. Это не какая-то вся отдайность. Потому что тот же Петр хотел душу свою отдать за Иисус Христа. И чуть реально не погиб в первый же день. После такого обещания. Больше всех прожил тот человек, который развил глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом. Он вошел в самую глубину сердца Иисус Христа. И позволил Иисусу войти в самую глубину своего сердца. Это очень важная истина. Насколько важна? Я думаю, что это важнее всего. Вы хотите жить долго? И может быть в какой-то степени безопасно. Библия говорит, что имя Господне крепкое ваше. И убежит в нее праведное. И будет спасено. Спасение только в имя Иисус Христа. Защита только в имя Иисус Христа. Безопасность только в глубоких взаимоотношениях. Когда ты возлюбил Иисус Христа все на своем сердце. И вот смотрите. Это и есть благая весть. Это и есть Евангелие. Это и есть жить по благодати. Жить по благодати это значит всего лишь очень хорошо и близко знать Иисус Христа. И смотрите какое преимущество. Чтобы жить по закону нужно хорошо знать закон. И стараться его исполнить. Но своими человеческими силами это невозможно. Жить по благодати это что значит? Это значит хорошо знать Иисус Христа. Развить слышание от Бога. Хорошо слышать голос Иисус Христа. И быть просто Ему послушны. Не надо чего-то много запоминать. Всего лишь две заповеди остались. И знаете в чем отличие? Старо Завет от Нового. И каква е разликата между Старо и Ново Завет? В Старо Завете очень часто звучит приставка НЕ. В Старо Завете много често се споминава НЕ и приставка НЕ. В Новом Завете эти приставки НЕ. В Ново Завете тази приставка НЕ. То есть мы помним, что по Закону, что написано? Не убей, не прелюбодействуй, не укради. То есть какие-то запреты. Вы знаете, что по Новому Завету запретов НЕ. Апостол Павел об этом даже очень четко говорит. Все тебе позволит на человека, но не все полезно. Потом повторяет чуть-чуть позже. Все тебе позволит на человека, но не все наседает. И третья инструкция от апостола Павла. Все тебе позволит на человека, но ничто не должно тобой обладать. Это очень важно. Мы обладаем только Иисусом Христовым. Когда я пришел к Иисусу Христову, я познал Его. Я сказал Ему так. Я раньше был реально как одержимый человек. Когда я выходил на чемпионат по карате или по тэквондо, я это и видел, и сам пережил. Что как будто бы на тебя сходит какая-то сила, и ты просто даже не успеваешь реагировать. Потому что там такая мясорубка начинается. Ты не видишь, куда тебя бьют и куда ты бьешь на самом деле. Все срабатывает автоматически. И на огромной скорости. Я сказал Иисусу. Я был как одержимый. Но теперь я хочу быть одержимым только того. Только Твоей любовью. Только силой Твоего Святого Духа. Другого я даже не хочу даже близко знать. Я не хочу каких-то полумер. Если отдаваться Богу, то полностью на все сто процентов. Потому что другая жизнь меня не устраивает. И так стал. Мы пережили очень благословенные годы в 90-е годы. Много людей уверовало, мы видели духовное побуждение. Я благодарю Бога за то, что я успел познать Его первую любовь. Самое главное в моей проповеди, все мои жизни, это любовь Иисус Христа. Самый любимый мой апостол. Это не апостол Павел. У меня всегда на первом месте стоял апостол Яд. Я его называю апостол Любви. Апостол Божий Любви. Тот апостол, который познал любовь Иисуса Христа. Тот апостол и евангелист, который постарался донести до нас эту любовь Иисус Христа. Апостол Евангелист, который постарался донести до нас тази любовь. То, о чем пишет Иоанн в своих посланиях. Что совершенно любовь изгоняет всякий страх из нашего сердца. Значит, страх это всегда признак недоверия. Страхът винаги е признак на недоверие. Если ты глубоко знаешь Иисус Христа, ако да от Бога познаваш Иисус. Какое предложение? Страхно предложение. Потому что говорит, я не знаю как его любить. И тя мне казала, аз не знам как да го обичам. И я понял, что проблема эта такая довольно обширная. И тут нам надо реально очень много поработать. И нам, верующих в Иисус Христа, нам нужно преодолеть тот мощный барьер, чтобы познать, насколько Иисус Христос нас на самом деле любит. Знаете, апостол Павел пишет, не достигну ли и я, как достиг меня Христос? Знаете, это на самом деле невероятные слова. Просто, по крайней мере, пройдитесь этой мыслью. Не достигну ли я? Иисус Христос достиг моего сердца. Каким образом Он это сделал? Он жил две тысячи лет назад. Всяка память би се истрила. Люди би уже давно забыли, если б это было просто по-человечески. Но Иисус Христос и сегодня достигает каким-то образом наше сердце. И Его любовь невероятна. И, вы знаете, я осознавая свою жизнь, глядя в свое сердце, я очень часто переживаю. Например, где-то я ошибся. Где-то я последнулся, упал. И я чувствую, что Иисус Христос все равно продолжает меня. Он любит меня, независимо от того, что я сделал. Конечно, Он не хочет, чтобы я продолжал. Делает то же самое или ошибаться по-прежнему. До права существа или до гроша. Как вот слово Боже говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Как покажет слово, то всичко испытывайте, обаче не се придерживайте ко всичку. И, вы знаете, я для себя открыл такое правило. Я в этой жизни, в този живот, держусь хорошего. Аз се придержим к доброту. Кто такой хороший? Какой е доброту? Хороший – это Иисус Христос. Доброту – Иисус Христос. Знаете, мы раньше пели старый гимн такой. И там были очень простые слова. Там имаше много болезни думи. Хороший Бог. Добър Бог. Хороший Бог. Добър Бог. Хороший Бог. Небесный Отец. И все. Это был гимн. Но в этом гимне очень большой и глубокий смысл. Потому что мы верим очень хорошим Богом. Он воистину нас долго терпит. Он прощает нас. Дает нам благодать. Омывает нас от всякого греха. Кроме некоторых исключительных грехов. Которые не прощаются. Дает нам силу Святого Духа. Чтобы противостоять против всякого искушения. Имея такое всерожие Божие. Имея такое всерожие Божие. Очень легко постепенно, потихонечку освободиться от всякого греха на это. Но знаете, я понял, что Иисус Христос ставит основной акцент на то. Чтобы я очень хорошо Его знал. Уловите эту мысль. Не пытался жить без греха. А пытался еще ближе стать Иисус Христос. И грех автоматически будет от тебя отпадать. Он до тебя просто не будет доходить. Опять же то же самое апостол Павел восклицает. И апостол Павел вновь восклицава. Что отлучит нас? От любви Божия во Христе Иисус. Или ангелы. Или силы. Или смерть. Или нагота. Или свърта. Или богатство. Или все соблазни этого мира. Или всички други соблазни. И Он заключается. Ничто не отлучит меня. От любви Божией во Христе Иисус Христос. Скажи Аминь. Потому что это невероятен Бог. Он, знаете, отделяет нас от всякого греха. Есть основной принцип. Или Бог тебя отделит постепенно от всякого греха. Или грех постепенно, незаметно отделит тебя от Бога. Третьего недавно. Поэтому мы будем идти к Богу. И еще больше познавать Его. Правда? Слава нашему Богу. Я сегодня на этом заканчиваю. И хочу еще раз задать этот вопрос. Можете видеть, да ви питам. Хорошо ли ты знаешь? Добре ли познаваш Иисуса Христа? Спроси у себя очень честно. И если ты еще Его не очень хорошо знаешь. Или еще есть какие-то сомнения. А знаю ли я вообще Иисус Христос? Значит, время самое помолиться. И попросите у Господа. И да помолишь Господь. Господи, дай мне познать Иисус. Таким какой ты есть. Дай познать твоя любовь. Такой, какая она есть на самом деле. И не дай мне отходить от простаты во Христе Иисусе. Быть таким же простым, как апостол Иоанн. Просто приближать к себе. Упасть к тебе на грудь. И возлежать у тебя на грудь. Что такое пророческое служение? Что значит пророческое служение? Пророческое служение это когда мы слышим Божий голос. Когда Иисус Христос говорит даже шепотом. Когда ни то другое не слышит. А ты слышишь. Но не только слышишь, но и исполняешь. Давайте мы коротко помолимся. Склоним наши сердца. Дорогой Господь. Я знаю, что ты прямо сейчас здесь. И я знаю, что ты познал меня. И ты знаешь меня очень хорошо. Ты знаешь всю глубину моего сердца. Все тайны моего сердца. Все мои тайные мысли. Но Слово Божие говорит. Что если есть какое-то помышление. Которое не подчиняется Иисус Христу. Я прямо сейчас приняю. Всякое помышление. В послушание моему Господу Иисус Христу. Все мои чувства. Все мои стремления. Все мои мечты. Я просто отдаю тебе Иисусу. Дай мне познать тебя. Еще больше. Еще глубже. Еще глубже. Дай мне познайте, как ты любишь меня. Всю силу твоей любви. Всю глубину твоей любви. Всю широту твоей любви. И всю долготу твоей любви. Ты любишь меня невероятно. Спасибо тебе за это. Дай мне войти в саму глубину твоего сердца. И для этого я позволяю тебе войти в саму глубину моего сердца. И за това ти позволяю да блежеш му до ручната на моето сердце. Затронь строни моего духа. Да докоснеш строните на моего духа. Во имя Иисус Христа. Прямо сейчас. И прямо здесь. И тук. Я хочу познать тебя. Я хочу слышать твой голос. Искам да чувам твой глас. Нежный и тихий голос. И хочу иметь силу. Для того, чтобы исполнять твои законы. Любить Бога всем сердцем. И любить ближнего как самого себя. И любить ближнего как самого себя. Те заповеди дозволения. Чтобы все мои действия. Все мои мысли. И все мои чувства. Вытекали из твоей любви Иисус. Спасибо тебе, дорогой Господь. Мы молились на этом месте. Молитва на согласие. Во имя Отца и Сына. И Святого Духа. Во имя нашего Господа Иисус Христос. И если согласны, скажите. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. У нас сегодня есть также свидетельства. И свидетельства. И свидетельства. Иисус Христос. Иисус Христос. У нас сегодня есть тоже последний.